Сегодня, 7 июня 2014 года, мы находимся в Праге, в городе, который прекрасен сам по себе, Чешская Республика, арена, где выступает ЧКД Прага, хоккейный клуб. И сегодня здесь блестящее действие, которое называется Аматуэр Олимпия. Нашим собеседником сегодня будет выдающийся человек с точки зрения бодибилдинга, главный для меня и для всех остальных судей, главный судья Павел Филиборн. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, у меня к Павлу на самом деле будет всего два вопроса. Первый вопрос заключается в том, что на всех семинарах, я был на трех семинарах, которые проводил Павел, он все время заостряет внимание на двух самых главных моментах. Первый момент заключается в том, что судья должен отвечать за принятое им решение и должен объяснить всегда, на какое место и почему он поставил спортсмена. И второе, это то, что судья должен иметь вкус. Очень хотелось бы более подробно услышать от этого от Павла. Мы говорим о том, что ответственность за принятое им решение. О том, что ответственность за принятое им решение, и мы будем поставить это на статистическую табу, и это в протоколе. Так что наш программ уже дает аккуратность каждого судья. Так что, если я вижу какие-то большие ошибки, то есть право ответственности за принятое им решение. Я хочу перевести, потому что Павел очень много рассказал, я могу что-то упустить, поправишь меня, если что. У нас в федерации судья обязан оценить, сравнить спортсменов, которые находятся на сцене и поставить оценку в протокол. Если председатель судейской коллегии АФБ видит расхождение в оценке, он имеет право спросить у судей, почему эти... Какое место? Ну, поставил ту или иную оценку. И если расхождение очень большие, ты имеешь право этого судью убрать из судейской панели. Вот. Второй момент. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это обучение судей. И унификация понимания того, что должен судья судить на сцене. У нас сейчас очень много номинаций, много дисциплин. И для того, чтобы все судьи правильно понимали, что мы судим, для того, чтобы не было расхождений в разных странах и континентах, Павел ездит по всему миру и проводит судейские семинары. Я так понимаю, последний семинар был с огромным количеством участников в Китае. Я видел вашу фотографию посреди, и вокруг вас человек 50 судей в Китайской республике, одетые в такие же, как у нас, пиджаки с нашими эмблемами. Так? Там было около 70 судей в Китае, но я помню, что семинар в Иране, около 150. Этот год я уже несколько семинаров, и я буду иметь еще 6 или 7, так что это будет больше, чем 10. Значит, в Китае было около 70 судей, но Павел говорит, что помнит семинар в Иране, где было 150 судей. И сейчас в этом году было несколько семинаров, но планируется еще 6 или 7, будет больше десятка. Два семинара будут в Москве, один в Москве, один в Санкт-Петербурге. Я хотел сказать, что у строителей гран-при фитнес-хаус уже написали письмо Павлу для того, чтобы наши судьи могли наконец-то послушать метро данной дисциплины. То есть было какое-то понимание, как на самом деле нужно судить. И я так понимаю, на Олимпии в Москве Павел тоже запланирован семинар судейский. Приглашайте все судьи, пожалуйста, туда. И уж если зашла речь, то второй вопрос я попытаюсь расшифровать. Ну, хотел бы сказать еще, не только судьи. Семинар тоже хороший для тренеров и тоже для спортсменов. Естественно, которые переживают. И нужно знать, что делать на стену и что мы ждем. Как нужно готовить спортсмена, чтобы получить результат. Я правильно говорю, да? Да. Второй, значит, мой вопрос, вытекающий плавно и с первого. Количество номинаций, Павел уже сказал, очень большое. Сейчас много в России разговоров, переговоров о том, что же такое мэнс-физик. Мне хотелось бы задать Павлу даже несколько вопросов, чтобы он повторил все то же самое, что он позавчера говорил на судейском митинге по поводу, что за эта номинация, что за классы, что и как судить, что он на себя представляет. Окей, я понимаю. В первую очередь, я хочу сказать, что АФБ очень открытая федерация. Для всех, кто тренируется в зале, тренируется с огощениями и хочет участвовать в соревнованиях не только для больших бодибилдеров, но и для всех остальных. АФБ – «Мэнс-физик» – это дополнительная категория для этого группа людей, которые не могут победить в классическом бодибилдинге и в бодибилдинге. АФБ – «Мэнс-физик» – это не одна возможность для бодибилдеров. АФБ – это экстраординарная категория для людей, которые не могут победить в больших бодибилдеров, не могут победить в больших бодибилдерах. Категория «Мэнс-физик» предназначена для тех, кто хочет участвовать в соревнованиях. Но не для культуристов, а для людей с меньшей массой, меньшей дефиницией, более модельным внешним видом. Для тех, кто… красивая презентация, не для бодибилдеров. Это не очередная возможность выступать для бодибилдеров. Ну вот вчера мы видели, что 50% тех, кто выходил на сцену в двух номинациях, в одной 30, в другой 31 человек. 51% даже больше были или классики, а негр вышел один, так сказать, вообще культурист настоящий. Как судьи разобрались с этой ситуацией? Я думаю, что вы видели сегодня финальные результаты. И почти нет бодибилдеров между ними. Таким образом, мы не можем остановить людей, чтобы приехать на сцену, но мы решили, что мы решили, что мы решили, кто будет победителем. Таким образом, если вы видите 30 людей, 15 бодибилдеров, они должны быть отсюда. Таким образом, что бодибилдеры сделают решение. Таким образом, сегодня, на финальном результате, я счастлива, потому что почти нет бодибилдеров. Может быть, два, не больше. Таким образом, это тяжелый работа для руководителей, но руководители должны знать, что делать. Таким образом, они должны понимать критерия, и там нет проблем. В сегодняшнем соревновании, в сегодняшних финалах практически не было бодибилдеров. Двое были на грани. И поэтому Павел доволен результатами. Мы не можем запретить спортсменам выходить на сцену. Вышел бодибилдер, он вышел. Но это работа судей. Правильно понимать критерии и определить, кого на какое место поставить. То есть, это как раз, получается, мой первый вопрос полностью перекликается с тем, что сейчас Павел говорит на второй вопрос. Да. Павел, последний вопрос. Даже не вопрос. Мы вас ждем в Санкт-Петербурге 100%. Хотим собрать по максимуму не только судей, как вы сказали, тренеров. У нас Питер – это столица, скажем так, столица бодибилдинга, родина российского бодибилдинга. Поэтому я думаю, что много человек захотят вас послушать и вам всего самого хорошего от портала, от меня лично, от Игоря Копчика и от всех, кто будет смотреть вот эту нашу сегодняшнюю презентацию. Мы, наконец-то, вас выцепили, выхватили и заставили вас с нами общаться. Это нас очень радует на самом деле. Надеемся, что и дальше так оно будет. Спасибо большое. Я очень рад, что вы можете выставить семинары в России. Россия – это очень важный странный государственный бодибилдинг. You have a lot of fantastic competitors and you have a lot of judges and coaches. So it's very important for IBB. It's important as well for myself as a chairman of the judges committee to deliver seminary in St. Petersburg. And I'm happy to go there. Keep working. Мы ждем. Все вместе. То есть переведи, говорит. В принципе, все понятно. И так все понятно. Павел говорит, что очень важно для него, и он счастлив проводить семинары в России. Россия – большая страна в бодибилдинге. Много спортсменов, много судей, много тренеров. И он, конечно, будет там. Павел, для наших пользователей, как президент Федерации сказал пару ласковых, хороших слов, так и вас попрошу, для наших зрителей, чтобы вы это сказать, выразили свое отношение и все остальное. Для всех зрителей канала тренируйтесь, поднимайте большие веса, будьте сильными и здоровыми. Итак, для нас сегодня выступали главный судья, я по-другому не хочу его называть, главный судья в Международной Федерации бодибилдинга и фитнеса Павел Филиборн. Нашим переводчиком выступал вице-президент Федерации Украины Игорь Барон. И я, ваш покорный слуга, Александр Тимошенко. Всем всего хорошего и ждем финалов. Фильм снят при поддержке компании Хардлапс. Спортивное питание Хардлапс – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Хардлапс – это формула вашего прогресса.